Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Александра Хайрулина. Мы вас искренне приветствуем и с радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Этери Берешвили. Этери, добрый вечер, дорогая. Добрый вечер, добрый вечер. Я думала, есть концертный зал имени Великих Людей, а тут вот сегодня концертный зал имени Этери Берешвили. Ну а как? Это должно было случиться, обязательно, непременно. Как это не развиться мания величия. Спасибо тебе за такой цветущий наряд. Да, потрясающей красоты. И спасибо за то, что сегодня мы услышим живьем не только тебя, но и твой чудесный бэнд. Представь, пожалуйста. Да, с большим удовольствием представлю. Вообще, в принципе, о каждом из них я могу говорить по 40 минут, даже больше по 45. На 4 часа. На 4 часа эфирного времени, я думаю, что я наговорю. Но сегодня я просто представлю, вот каждый из них, величайший музыкант, каждый из них может просто свой сольный концерт отыграть с огромнейшим успехом. Юрий Луценко. Юрий, добрый вечер. Спасибо, спасибо. Фортепиано. Алексей Балабанов, бас-гитара. Алексей, приветствуем. И Артур Газара. Артур, добрый вечер. Перкуссия и вообще барабаны и все, что касается извлечения звука с помощью ударов и щелчков. Это все от Артур. Это все от Артур. Дорогая наша Терри, насыщенная жизнь, поговорим и про гастроли, про проекты, про альбомы, про преподавание и так далее и тому подобное. Но самое главное, как мне кажется, с чего мы должны начать после представления всей команды, присутствующей в студии, это, конечно, сонсирование концертов. Где, потому что зрители, сейчас все слушатели, понимают, как всегда нам завидуют, с Романом невероятно, потому что они сидят там в первом ряду, у них тут ложи, понимаешь. А когда мы сможем воочию наблюдать и наслаждаться прекрасным чарующим голосом. Знаю, 17 ноября будет концерт. Да, 17 ноября будет концерт в клубе, легендарном московском джазовом клубе «Форте». Кстати, я ни разу там еще не выступала, это для меня такая будет своеобразная премьера. Волнительно, когда новые площадки скажут. Джазовые клубы, скажи, там как-то более требовательные люди, которые ходят? В принципе, люди, которые приходят послушать определенного артиста, они уже приходят с некой любовью. Конечно. То есть такой аванс любви у меня уже есть. Но есть, наверное, такие более строгие критики, которые внимательно следят, чтобы в джазовом клубе звучал только джаз. Но я хочу разочаровать таких людей, потому что только джазом не будет. Потому что джаз в принципе сам по себе стиль, который включает в себя... И мы живем в России, на секундочку, поэтому у нас свой джаз. Конечно, у нас свой джаз, великолепный свой джаз. И я ни в коем случае никогда не дам в обиду наших артистов, музыкантов, которые просто величайшие, на мой взгляд. И которые... Я выступала и за рубежом, и была, и в Монтрео. Ой, как я хочу поговорить про этот фестиваль. В Монтрео. И, знаете, я вам хочу сказать, наши фестивали, когда я слышу наших музыкантов, что они играют, как они играют. Единственное, знаете, нашим музыкантам иногда бывает, не хватает нашим проектов, чуть-чуть радости и жизни на сцене. Потому что все слишком серьезно. Мы страдаем, мы страдаем. Много драмы, да. Много драмы, да. А там немножко... У них райдер другой. Юра, тебе-то жаловаться на райдер, Юрий. Юра, весь райдер только на тебя, я так понимаю, да. Ну, видите, вот сегодня, например, улыбается Юр, точно улыбается, Алексей сейчас заулыбается. А, вот, смотрите, какая лучшая жара. Я уже светлее стала в студии, да, действительно. Да, да, когда ребята улыбаются, а это происходит постоянно, всегда, когда мы общаемся, когда выступаем вместе, мы, кстати, дружим с семьями, с многими, вот, поэтому я абсолютно в восторге. Ну, 17 ноября тоже ребята будут там помогать, поддерживать себя в клубе. Да, помогать, поддерживать, точно, что Алексей будет. А, ну, а, ну, а, ну, а, посмотрим на поведение. А в 20 часов. Посмотрим на поведение. В 20 часов. Да, 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 начало. Соберемся, и, ну, 20-15, ха-ха, в 20-20. Я выйду на сцену и с большим удовольствием спою, потому что, знаете, для меня сцена, это, я прошу прощения. Давай, 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 что ты, мы так соскучились по тебе, что мы рады слушать, с удовольствием. Довольствием, говори, пожалуйста. Мне задают один вопрос, а я отвечаю на 10. Доходка для журналистов. Это правда, просто мечта, а не гости. Спасибо большое. Я когда, знаете, я так долго пыталась дорваться до профессии музыканта, до профессии артистки, что сейчас я, мне все равно абсолютно петь вот в такой комнате, да, ну, правда, на всю страну, в комнате, где слушателем являются 5-6 человек. Ну, как квартирник своего рода. Да, квартирник, да. Или на огромном стадионе, где там несколько тысяч, десятков тысяч человек. Все это было в моей жизни и продолжает, слава богу, концертная жизнь продолжается, и поэтому я с радостью всегда выхожу на сцену. Ну, вот в этом-то удивительно тоже, потому что многие артисты рвутся-рвутся к славе, к гастролям, к поездкам, все случается, а потом мы частенько видим здесь вот напротив нас, всегда говорят, да тяжело, я встаю, я вообще не могу, зачем, куда они... Тяжело, но ты же, когда выходишь на сцену, тяжело может быть до того момента, пока ты не ступил на сцену, когда ты ступил на сцену и вдохнул пыль сцены, все, это наркотик, который не отпускает никогда, это, ну, хорошо, я всегда говорю, что у человека есть выбор заниматься какой-либо профессией, там, я не знаю, убираться где-то в офисах или там где-то в больницах, да? Конечно. Или не делать этого, если вы не делаете этого, ну, ну, черт побери, ну не делайте, откройте, если у вас хватает мозгов, откройте свой бизнес, если у вас, не знаю, хватает риска или там хватает денег, там, сделайте что-нибудь свое, чтобы дать работу другим людям, ну, я не знаю, я сейчас боюсь кого-либо... Конечно, главное, чтобы работа приносила драйв, работа приносила радость. Радость твоим поклонникам будет еще и 24 ноября в Градский холл, что это за мероприятие? 24 ноября в Градский холл состоится фантастический концерт, который будет состоять из представителей двух вузов, двух московских музыкальных вузов. Батл, битва такая практически. Ну, нет, не батл, наверное, творческая встреча на сцене, да, дружеская встреча на сцене, инициатором которой является заведующей кафедрой Московского государственного института культуры, где я имею честь быть педагогом и учусь у Ларисы Александровны ежесекундно, потому что у такого мастера можно только учиться и восхищаться ей. И за инструментальную часть отвечает Гнесин бэнд, академик бэнд, по-моему, под управлением Анатолия Шердовича Кролла, народного артиста России. В общем, я хочу сказать, что это будет потрясающий концерт. Ну, тебя там мы увидим на сцене. Да, я буду петь. Мы будем касаться творчества величайшего американского мастера Джорджа Гершвина. Потрясающе. Чуть не сказала сейчас Джорджа Анатольевича Гершвина. Джорджа Гершвина. А еще будет не менее потрясающий концерт 21 ноября. Это закрытие осеннего сезона проекта Jazzport. И, кстати говоря, знаете, сегодня утром позвонила Анжелика Алферова, моя подруга, и по совместительству, она по совместительству, наверное, моя подруга, она автор проекта Jazzparking, который сейчас стал проектом Jazzport. И ровно 10 лет тому назад, сегодня такой юбилей, у меня состоялся первый сольный концерт в рамках этого проекта JP. Мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Я была, ну, с гордостью нашу, скажу, и корона вырастет, первым резидентом проекта Jazzparking и, в общем-то, считаюсь, первым резидентом проекта Jazzport. Сейчас просто ребрендинг произошел, и, в общем-то, сейчас у нас будет, мне очень еще, знаете, что приятно, что мой студент стал, то есть, впервые выступит в рамках этого концерта в качестве резидента проекта Jazzport. В общем, 21 ноября, 24 ноября. И 17 ноября. 17 ноября, ну, самый дальний, я потом скажу, это будет рождественский концерт, 7 января. О, это замечательно тоже. Да, в клубе Алексея Козлова, проекта Берешвили Лосик группы, где несколько песен мы споем. Этель, дорогая, нам уже и звукорежиссеры, уже и зрители, и слушатели все пишут. Начинайте музыкальную часть с эфира. Где музыка, да. Вы знаете, вот как я быстро разговариваю, так же быстро я и пою. Есть такая песня «Тико-тико», которая стала моей визитной карточкой, и не вижу повода не спеть ее. Прекрасно. «Тико-тико» 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 тренируйтесь. Италия, дорогая, 11 языков именно на... Или уже больше? Больше, больше. Уже гораздо больше? На скольких языках сегодня песни в этом репертуаре? Знаете как, если даже хотя бы на одном языке я спела песню в рамках какого-то концерта, я уже себе... Конечно, конечно. Это японский, это и китайский, это таджикский, уйгурский, ну и дешеврит я уже не говорю, грузинский. Венгерский. Не, не пела, кстати, на венгерском. Вот не добилось на венгерском петь. Ну слушай, в мире очень много языков. Конечно. В общем... И это еще при том, могли бы сейчас подумать, ну понятно, а что, ну пусть поет на всех языках, но это при этом еще и сама пишет песни. То есть, в общем-то, нет же, как сказать, такой прям уж такого... Ну, необходимости, да. Не суровой необходимости петь чьи-то песни. Со временем, жалко, что я пришла к этому немножечко так позже, нежели раньше, но... Но всему свое время. Всему свое время, да. Видимо, вот сейчас... Ты знаешь, сейчас время для рекламы. Мы ее выпустим, а потом вернемся. Мы прям как можно скорее вернемся. Студия 89,9. Концертный зал. Дамы и господа, это телерадиоканал Страна ФМ. У нас концертный зал в гостях Этери Беряшвили и ее замечательный бэнд. Мы с огромным удовольствием хотим попросить Этери исполнить еще нам что-нибудь. С большим удовольствием мы тогда заговорили об артурских песнях, и я спою песню строчки. Слова написал мой друг Эмиль Алиев, бакинский, потрясающий певец, и, как выяснилось, очень хороший поэт. В общем, песня строчки. А, ты композитор в этой песне? Да, да. Давно ли она появилась? Несколько слов. Появилась она практически сразу после окончания проекта «Голос». То есть я поняла, что, наверное, иметь смысл чуть более, чуть смелее предлагать авторские песни слушателю. Поэтому почему бы и нет? В общем, родилась песня строчки. Не ровей. Предлагай. Хорошо. Хорошо. Блестит шоссе Полотно взглядом ворона Смотрит на меня Луна, укрывшись краем облака Ветер, колокол, колдоват Твоим теплом согреться хочется Но пророчится одиночество Летят обрывки чувств И в клочья все время разнесет Нет виноватых здесь Но все те же строчки в воздухе Вижу я и ночью напишу стихи О несчастной моей любви Песня моя летит Нету слез Я совсем не плачу Мой прогноз Я смогу иначе Боли вопреки Я пою о моей любви Разбито как стекло душа моя Ведь не стала я Возвращать тебя Та-ра-ра-па-па-па Это ложь И ты не поймешь никогда Исходов в этой сказке множество Но пророчится одиночество Не сберегли мы счастье нашего В небо мчащего Нет виноватых здесь Но все те же строчки в воздухе Вижу я и ночью напишу стихи О несчастной моей любви Песня моя летит Нету слез Я совсем не плачу Мой прогноз Я смогу иначе Боли вопреки Я пою о моей любви Субтитры создавал DimaTorzok Нет виноватых здесь Но все те же строчки в воздухе Вижу я и ночью напишу стихи О несчастной моей любви Песня моя летит Нету слез Я совсем не плачу Мой прогноз Я смогу иначе Боли вопреки Я бою о моей любви Браво! Как красиво! И голос летит, и песня вместе с ним Это Риберя Шили И голос, и память летит Живой эфир Все, все хорошо Да, это авторская песня Тот альбом, над которым ты сейчас работаешь Он будет из чего состоять? Из каких работ? Ой! Этот альбом будет состоять из очень красивых песен Некоторые из которых сегодня прозвучат в эфире Это песня моего педагога по вокалу Анда Вадена Ривкинт Фантастический педагог, который просто дал моему голосу Ее авторство? Да, ее авторство Ты по-прежнему учишься у нее? Да, да, я по-прежнему учусь У меня, наверное, могу смело сказать, что у меня два педагога Лариса Александровна Долина Народная артистка России И Анна Давыдовна Ривкинт Педагог, который дал моему голосу вторую жизнь А они не говорят еще тебе, Этери, хватит? Хватит, Этери, хватит? Нет, 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 мы еще не достигли Так, Куск, прекрати ходить уже Это я не говорю Это я их не оставляю в покое Потому что они, конечно, говорят, что я Лариса Александровна тоже говорит, что я уже состоявшаяся артистка и так далее Но всегда есть После каждого урока Ларисы Александровны я пересматриваю русские тексты, песен Пересматриваю, не меняю их, а пересматриваю правила На другом, на другом С точки зрения правила произношения Есть правила произношения русского текста Ну, арфаэпию начинаешь, да, разбирать Это арфаэпию разбирать начинаешь? Да, арфаэпию И, в принципе, вот, допустим, вот сейчас Нету слез, я совсем не плачу Я смогу иначе Боли вопреки Если я спою, это будет немножко по-грузински Это будет юг России Открытая гласная, да Да, то есть они должны Боли вопреки Редукция, да, да Редукция гласная Она, в принципе, должна соблюдаться И этому мы уделяем очень много внимания На кафедре в Московском государственном институте культуры Потому что, ну, почему мы заморачиваемся? Вот я спросила вчера у одной ученицы, почему мы заморачиваемся на правилах произношения англоязычных текстов? Чтобы where, there, there is Чтобы, да, было А русский язык чем провинился, вот, интересно мне узнать Вот, поэтому Спасибо тебе за уважение к языку Да Потому что, знаете как, я живу в России Мой слушатель в основном российский Кстати, в Грузии с сольным концертом еще ни разу не было Чтобы вы знали Ну, вот это да И, значит, и почему я должна неправильно говорить на том языке, где я, с той стороны, где я живу? Мне кажется, сейчас вот на Пушкинской площади у Александра Сергеевича слеза потекла после этих слов Спасибо Я очень хочу, чтобы все-таки про альбом мы поговорили Про новый, да В альбом войдут песни, написанные в разное время Это будут, безусловно, строчки Ким-строчки, кстати, входят в альбом, сборный альбом проекта «Голос», который выпустила компания Universal Music Но сейчас, по-моему, прошло время, пять лет, у нас был пятилетний контракт с ними И уже, по-моему, песня снята где-то вот для доступности скачивания, поэтому я уже могу ее включить в свой альбом Обязательно в альбом войдет песня «Осталась» Александра Лосева с авторством Статьяны Агаповой, потрясающим поэтом Запоздалый блюз, естественно, Анна Давыдовна Еще очень... Ну, я, в принципе, перечисляю те песни, которые сегодня споют Это песня «Жотем», только не та «Жотем», которую пила Рафабин Эту песню написал московский композитор и потрясающий лидер группы «Квадро» Вячеслав Горский И песня и слова, и музыка и слова его В общем, и моя авторская песня, которая называется «Ушеноба» Текст написала моя сестра Кети Берешвили Я надеюсь, что она сейчас смотрит на русском языке Да, на русском языке Вот сегодня, если вы не против, то... Да что ты, вы благодарны очень Я вот на что обратила внимание, несмотря на все политические распри, которые были И недоразумения, я бы так это назвала Все равно всегда во всех городах России и в Москве тоже на концертах Всегда просили спеть грузинскую песню Конечно И мы бы тебя не отпустили, я тебе точно могу сказать Спасибо большое Это очень приятно Это очень... я это очень ценю Это отношение, потому что, да, я этническая грузинка Грузинка, у меня папа и мама грузины Я разговариваю на грузинском языке и на русском языке И, знаете, иногда считаю Думаю на грузинском, иногда на русском В зависимости от того, о чем я думаю Нормально Вот, да, на двух языках Я прям билингва-билингва прямо У нас снова коротенькая пауза, друзья, оставайтесь с нами Студия 89,9 Концертный зал Друзья, наша студия не без гордости Сегодня представляет вам концерт Этери Бериашвили Да, друзья, мы поговорили про новый альбом Работа, на котором ведется Осталось нам только узнать Этери примерно когда ожидается выпуск Пластинки Или это будет все-таки больше интернет-история Я думаю, что это будет все-таки интернет-платформа Потому что, ну, это удобно Самая большая загвоздка Это всегда Ненавижу жаловаться, но это финансы Да, конечно Потому что продакшн песни Написание аранжировки Создание ее Запись инструментов Запись вокала Монтаж этого всего, да И наведение всяких красот Это требует и времени, и денег Поэтому я работаю, коплю И потом вкладываю в творчество Немножечко семье, немножечко мне Красивый платье Конечно И самое главное, конечно Создание песен Потому что это то, что Я надеюсь, что останется Вы знаете, я сейчас говорю фразами Из кинофильма «Богемской рабсуде» Потому что я вчера посмотрела Как этот фильм Что скажешь, как вообще? Плакала я Да Плакала Потому что Фредди Не покинули еще тебя Повлиял, да, на тебя? Повлиял, да Во-первых, потому что я являюсь Очень большой поклонницей группы Квин Мне очень близко Близко это все Это мое детство Это моя молодость И, собственно, я не До сих пор в зрелом возрасте Тоже не отхожу От творчества этой группы Нет, нет Для вдохновения, да? А вчера, когда я увидела Фактически историю создания группы Я читала книгу про Фредди И вот эта Драгуша То, что он говорил Фактически Эта книга ожила у меня Единственное, что, наверное, Львиной доли истории Не было рассказано в фильме Но, наверное, тогда фильм Длился бы часов пять Конечно Это бы не выспалась Ты бы пришла к нам С красными глазами Под утро Но я, собственно, красными глазами пришла Потому что вот это щемящее чувство Не достает мне этого человека сейчас Мне Фредди не достает сейчас Потому что вот это безумие, которое он творил Которое вылилось Критики по-разному оценивали это Но в целом Это в целом, если же смотреть Это веха в истории музыкальной культуры Мировой Поэтому Царство небесное, наверное, так было Наверное, можно сказать Ну, в общем, да Поклонников огромное количество Этого артистового группы Творчества Оно точно будет жить вечно Какие-то такие тонко чувствующие люди Как ты И как многие-многие остальные Этери, я хочу вас, что тебя спросить За разные годы Проекты разные Капелла Экспресс В прошлом, да, уже Этери, Джаз, Бериашвили, Лосев, Групп Эти проекты существуют на сегодняшний день? А капелла Экспресс существует? Или все уже только-только? Нет, почему-чего? Нет, нет А капелла Экспресс существует Ну, без тебя Без меня Я являюсь большой поклонницей этой группы Потому что я считаю Это одна из лучших групп Да, наверное, давайте не скромничать Это лучшая вокальная группа Нашей страны И Я приложила руку к созданию Группы А капелла Экспресс И не только руку И к тому, чтобы она стала такой Конечно Безусловно, потому что В первую очередь Мы прописывали для себя Ну, где-то в нашем сердце В нашей душе Прописывали кодекс Вообще Взаимоотношения в группе И, в общем-то, изначально Был дан Настрой То, чтобы в этой группе Должны быть все вокалисты Яркие вокалисты Которые смогут Выдать яркое соло Как солисты Да И при этом Очень Красиво создавать Тот аккомпанемент Тот многоголосный аккомпанемент Который поражает Своей красотой Чтобы и сольно звучали Прекрасно и в ансамбле Да, и в ансамбле И сольно И я думаю, что Акапелла Экспресс До сих пор оправдывает Оказанное Високое доверие Спасибо Вот Этери Джаз Проект был Создан На базе Арт-клуба Ностальжи Это был один из первых Арт-клубов Где звучала живая музыка Такая высокая Там были прям Концертные программы Собственно Где мы со всеми ребятами Познакомились Мы играли переработки Песен группы Битлз В джазе Французские песни Я тогда была Заслуженная Эдит Пиап Российской Федерации Даже Ди Пепл играли Да-да-да В таких очень Интересных обработках И это все Знаете, я считаю Что И туда я попала Благодаря своему Первому педагогу по бокалу Владиславу Алексеевичу Коннову Народному артисту России Дай бог ему здоровья Конечно Потому что Артистку из меня Сделал он Потому что он Рассказывал мне Что можно на сцене делать Чего нельзя Ни в коем случае Потом постановка Голоса Наверное Тоже как раз Благодаря ему Безусловно Это само собой Разумеющаяся вещь То есть первый рывок Я сделала с Владиславом Алексеевичем И я считаю Что Многие мои Однокурсники К сожалению Потерялись Кто-то в преподавании Кто-то Вот просто Не нашел себя Да И Не выстрелил Не выстрелил Да А я при том Что я не блистала Вокальными данными У меня не самый сильный И не самый Среди тех С кем ты училась Красивый голос Который Да Среди тех Кому Я восхищалась С вами однокурсниками Ну вот Ну значит Желание твое Было больше Чем у всех Вместе взятых Учеников Огонь Амбиции Наверное Это можно так назвать Да Терри Джаз Да И мой педагог Посоветовал меня В качестве солистки Я просто Ухожу от темы частенько В качестве солистки Терри Джаз Москоу Бен Тогда он назывался И потом просто Мы вот когда Более Более узким составом Начали работать Назвали это Терри Джаз Береж влилось В групп Проект существует Успешно И мы записываем Вот сейчас Позвучит песня Которую написал Автор и создатель Этого проекта Ну Мой скажем так Партнер по этому проекту Основой этого проекта Стала грузинская Этно Джазовое такое Вот направление Наверное Да Но в дальнейшем Александр Лосев Автор проекта Он начал Экспериментировать И начал писать Очень красивые Эстрадные песни И в общем-то Мы совмещаем В одном проекте У нас есть Знаете Такие поклонники Которые знают Грузинские тексты Наизусть И когда я забываю Ну склероз Делать Они поют Они поют Это шутка Чтобы не подумали Что я болею Я не болею Я только за музыку болею Поэтому Мои подруги Садятся впереди И подсказывают мне Грузинский текст Ну это же надо До такого Замечательно Замечательно Мы тебя попросим Сполнить сейчас Как раз песню Перейти до того Что очень хочется Послушать Все запланированное Не знаю Сможем ли с Романом Подсказать тебе текст Но будем глазами Усиленно моргать Вы улыбаетесь У вас совершенно Очаровательные улыбки Спасибо Для вас петь Значит и так Песня осталась Которая кстати уже На всех Интернет площадках Страны И мира Автором музыки Является Александр Лосев Автором текста Александр Лосев Татьяна Адапова Мосты развели Над него И сердце твое Не со мной Волшебные годы Любви Прошли Не знаю Чья в этом вина Я больше Тобой не пьяна Вдали исчезают Ушедшие дни Осталась Легкая усталость До последней капли Все ушло внезапно Осталась И печаль И радость Словно невидимка За ночною дымкой Я иду Одна Открыла наш старый альбом Вот здесь мы смеемся вдвоем Нам больше такими не стать Опять Опять Развеялись те миражи У каждого новая жизнь Куда все ушло Нам теперь не понять Осталась Легкая усталость Легкая усталость До последней капли Все ушло внезапно Осталась И печаль И радость Словно невидимка За ночною дымкой Я иду Адна 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 Осталась Осталась Легкая усталость До последней капли Все ушло внезапно Осталась И печаль И радость Словно невидимка За ночною дымкой Я иду Одна Одна Друзья Совсем не одна Вместе со своим коллективом 17, 21 и 24 ноября Этери Бериашвили Будет выступать в Москве Все подробности где у тебя В каких соцсетях? В социальных сетях В инстаграм, фейсбук, контакте Все соцсети работают Это очень красивая песня Спасибо огромное И мне кажется, что Ну, сегодня таких песен Они появляются у нас Это просто редкий, редкий, редкий Такое счастье, что вы это говорите Потому что Александр смотрит сейчас Прямую трансляцию Он сказал, что он сейчас в Литве Александр, браво Браво, да искренне Это настоящая песня, да Она меня тоже очень волнует Знаете, я хотела спеть эту песню Нет, нет, нет Кто так строит Эту песню я хотела спеть на экзамене У нас есть такой экзамен у магистров И я показала Ларисе Александровне Эту песню И вы знаете У нее же взгляд очень Очень точный Я прокомментировала, что Ларисе Александровне Песня достаточно простая Она говорит, все Большие, красивые песни Гениальные песни Они простые Не нужно ничего выдумывать Осталась легкая усталость И я, конечно, еще вот это Накрутила себе На душевную катушку И, конечно, во время проигрыша Я, конечно, плакала Прям плакала И, друзья, вот тот самый случай Редкий, конечно, когда хочется сказать Как здорово, что все-таки перед нами Несостоявшийся терапевт Физиопульмонолог Ну, потому что представить Что вот этот вот голос Просто бы себе под нос Что-то там мурлыкал Во время приема пациентов Над немедика, Саша Ну, или та, над немедика Знаете, когда я училась В Московской медицинской академии Шесть лет Шесть, семь даже Даже семь Семь лет И еще год подготовки И еще год подготовки Каждый день Бой начинался Естественно, бегом В институт Потому что учеба Началась достаточно рано У нас старые здания Особенно там, где Анатомический корпус Такие стаканообразные Такие аудитории И внизу обязательно стояла Фортепиано Прям именно фортепиано Где-то даже рояль И, естественно, между лекциями Мы не упускали возможности Быстро забежать Оставить верхнюю одежду Где-то на десятом ряду И обязательно музицировали Конечно, лекторы все Педагоги все знали Чем страдает наш курс Потому что у нас очень много Именно курс, да? Именно наш курс Да-да-да Именно наш курс Наш поток даже, я бы сказала Первый лечебный факультет Первый поток Это было, конечно, просто музыкальное счастье Потому что кто-то Например, Дмитрий Цельгородцев Мой однокурсник Сейчас профессор уже Потрясающий кардиолог Он закончил Московскую медицинскую академию С красным дипломом И закончил Российскую академию музыки Имени Гнесиных Тоже с красным дипломом Потрясающий баритон Но он все-таки выбрал профессию врача И, наверное, правильно сделал Потому что, знаете, человек Который по фармакологии Получил 100 баллов Из 100 Он не должен быть музыкантом Он должен Хотя он поет в своем удовольствии Иногда устраивает какие-то концерты Вот У нас в случае поющий был курс Очень музыкальный Ну, а что касается Песни в твоей жизни Она же тоже очень рада появилась Там дедушка у тебя был вокалистом Да, достаточно таким Ну, в хорошем В то время, наверное Я взял в 72-м году В далеком В 72-м году И мой дедушка Такого даже понятия Не существовал Вокалист Ну, человек поет сердцем Поет сердцем Это нормально И до Кстати говоря Хорошо, что вы мне напомнили Я вспомнила Такую песню Которую дедушка мне напевал И я хочу сделать ремейк Такой ремикс Или я даже не знаю Это народная будет песня Да, это народная песня Я могу даже сыграть ее Давай Давай, Юра, подержи, пожалуйста Только идею чур не кратить Друзья, премьера Грандиозная На стране FM Этери Бриашвили Эксклюзив Этери Бриашвили Вокал Этери Бриашвили Микрофон Юрия Луценко Микрофон из точка Юрия Луценко Я вообще никогда Это не играл Просто сейчас Как воплощение идеи Которую потом я буду Пересматривать эфир Моди, моди, эсквелана Цигану фрукаргат вочас О, а что вы Сидите, товарищ гадан Моди, моди, эсквелана Цигану фрукаргат вочас Моди, моди, эсквелана Такие они ваши сходы с нас Моди, моди, эсквелана Такие они ваши сходы с нас Такие сходы с нас И так далее Браво Молодца Спасибо У меня возникло желание Почему-то сделать ремейк Причем это можно даже Такое восточном бите Можно сделать Не знаю Артур поможет Не знаю Мне сразу кушать захотелось Да, 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 да Это ири Да, нужно переходить к следующей песне Да, следующий музыкальный трек Что это? Расскажи Я в шнурах запуталась Но неважно Следующая песня Называется Запоздалый блюз Это та самая песня Которую написала Мой педагог по вокалу Анна Давыдовна Ривкинд Когда мы Это прошел год Наших занятий Когда она мне показала эту песню И я поняла Что я не могу Дышать Без этой песни Что мне надо ее петь Потому что она очень осенняя Она очень красивая Она очень Очень близка мне И знаете Недавно 7 октября Мы отметили 50-летие Педагогической деятельности Анны Давыдовны Ух ты, Анна Давыдовна Поздравляем тоже Поздравляем И я решила сделать Такой музыкальный подарок Я сделала аранжировку Попросила моего друга Сделать аранжировку И спела эту песню Песня пошла на бис Раза три Я по-моему за вечер ее исполнила Запоздалый блюз называется Отлично Неотступный сон Опустевший сад Навевает грусть Запоздалый блюз Осень за окном Мы опять вдвоем Тот дуэт любви Не допели мы Как мечтала, как ждала Наши встречи Увидеть нежность и тепло В твоих глазах Но сквозила в них печаль Через темную фуаль Как любви ушедшей вдаль Мне жаль Бесконечный блюз Поросящий дождь Наш нескучный сад Твой щемящий взгляд Где была любовь Поселилась грусть И пронзает боль Я ее боюсь Как мечтала, как ждала Наши встречи Увидеть нежность и тепло В твоих глазах Но сквозила в них печаль Через темную фуаль Как любви ушедшей вдаль Мне жаль В твоих глазах Как мечтала, как ждала наши встречи Увидеть нежность и тепло в твоих глазах Но сквозила мне печаль через темную вуаль Как к любви ушедшей вдаль мне жаль Осень за окном, запоздалый плюс Запоздалый плюс Браво! Боже, какое счастье, что такие песни пишутся еще Этери Беряшвили Концертный зал, страна FM Потрясающе Этери, есть у тебя прекрасная дуэтная песня с Михаилом Покинским, за которую тебе огромнейшее спасибо Михаил Захаровичу И клип роскошный Расскажи, будут ли еще Такие не самые серьезные песни В твоем репертуаре Ээээ Позвонил И потом сказал Тебе умерла комедийная актриса Почему умерла? Я тарелки била с таким удовольствием Я внезапно это все сделала Слава богу, второго дубля не потребовалось Я говорю Я режиссеру говорю Михаил Грин Сергей Грин Как зовут клипмейкера? Если кто-нибудь смотрит на социальных сетях Напишите, пожалуйста Сергей Грин, по-моему, Грин Зовут режиссера клипа Он очень много интересных клипов создал И я говорю На что вы меня толкаете? Всенародному любимцу Фактически Народному артисту Я вливаю вино Кто же меня это простит? Меня же четвертует на улице В общем, все, слава богу, все хорошо Все во имя искусства Этери Все во имя искусства Потому что, слава богу Там есть такой обратный кадр Когда это вино обратно выливается в стакан И все хорошо И шталь закрыт Заканчивается такой хэппи-энд Несколько секунд паузы и продолжим Студия 89,9 Концертный зал Друзья Этери Беряшвили в гостях у концертного зала На телерадиоканале Страна FM Мы сейчас продолжаем с музыкальным содержанием Нашего выпуска И следующая песня Следующая песня тоже авторства Александра Лосева Знаете, в этой песне нет ни одного слова Но мне она так нравится Потому что в ней столько жизни, солнца Мне надо определиться Или на этом стульчике высоком сидеть Или без него Потому что... В общем, песня называется Solar Bossa Танцует страна Да! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Дирижер хорошего настроения Добавил субтитры DimaTorzok 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 Что я буду петь свою любимую музыку группы ABBA, обожаю на мной группы ABBA, и что я получу такой театральный опыт, буду работать в компании таких корифеев мюзиклового движения, вообще-то таких артистов, как Елена Черквиани, Елена Назарова, Анастасия Макеева, Дмитрий Янковский, я сейчас боюсь кого-то забыть. Ребята, которые меня учили, меня очень помогали, потому что, знаете, тебе только кажется, что ты сыграл сцену, что ты пошел, посмотрел, сделал оценочку, где-то что-то взял, перенес туда, прошло 3 секунды, ты повернулся опять. Нет, мысль должна быть. То есть там актерская профессия, это колоссальная, сложнейшая профессия. Но ты же справилась, ты втянулась. Я втянулась, я втянулась, и буквально через 2 месяца уже стала играть, уже стала получать удовольствие. Не только выполнять все. Открыта ли ты для предложений сейчас, для новых? Конечно. Может быть, есть какой-то мюзикл, в котором бы тебя хотелось бы. Может быть, уже предложили, но ты пока не озвучиваешь это. Не предложили, просто открыт кастинг на мюзикл. Я готова пойти на этот кастинг, мюзикл, который написали авторы группы Абба. Бьорн Ульвеус и... В общем, двое вот этих вот мужчин, мужчин из группы Абба, они написали мюзикл шахмата. И доброслушиваются мои студенты. А как же, преподаватель? Я понимаю, что если я пойду в мюзикл, то преподавательская вся моя история, она закончится, потому что надо... Понимаете, я стала уставать на уроках, не уставать, вот во время урока, после этого, немножечко мне нужно время для того, чтобы восстановиться. То есть сразу энергайзер не перезаряжается, потому что преподавание очень много энергии. Конечно, потому что ты же должен объяснить еще ученику, почему нельзя, я искала тебя сто лет, я искала... То есть они не про красивые ноты. Я напела песню величайшего любимого грузинского композитора Гиги Квенитадзе. Кстати, я скоро спою его песню тоже. Вот. Не про красивые ходы, там, мелодические, хотя они, безусловно, там, очень красивые. А потому что это песня, от которой хочется рвать волосы на голове, потому что я искала тебя сто лет, на куда ты ушел, почему, почему, почему у нас не случилось, почему мы расстались. То есть это о очень глубоких переживаниях. И надо это все донести. И пока ты это рассказываешь, ты уже сам пережил все сто раз и сам отплакал и отревел. Потом плачут ученики, потом приходят и поют. Конечно, конечно. И очень, очень мы хотим спросить у тебя про, как ты сама выражаешься, твой главный проект, это, конечно, про доченьку. Софико. Про Софико. Софико в этом году первоклашка. Но, как я понимаю, ей пока что не очень интересно, потому что она все это знает. Буковки она писать умеет, читать она умеет. Вот, кстати, в этом кроется опасность, потому что как только приходит какое-то сообщение, она в это время смотрит. Мама, тебе написали что-то, то-то, то-то, то-то. То есть она читает уже сообщение, поэтому есть в этом некая опасность. Ну, не опасность, нет, это прелесть, конечно, что ребенок. Она поет, поет, и когда я занимаюсь студентами, она тоже приходит и начинает эти же упражнения делать. И я понимаю, что на этих упражнениях она развивается. И недавно она пела в проекте у моей подруги, Джейм Джуниорс, такой есть проект, где поют дети. Дети с живым бэндом, маленькие детки прям выходят, совсем 7-8-летние, и она пела песню Муаны. И песня, например, непростая, кстати, говорит. Каждый новый день, каждый, да-да-да-да-да-да-да, там каждый все время выше-выше-выше поднимается интонация. Это такая мюзикловая, какая-то песня-то эта. Мюзикловая, да, одна из мультфильмов, Муана, где Муану, бабушку Муану озвучивала моя потрясающая подруга Марьяна Мирабова. И было, знаете, как приятно, когда я смотрела, ночью смотрела этот мультфильм вместе с ребенком. Я наушниках мы смотрели, и я слышала наушники такой родной, знакомый и любимый голос моей подруги Марьяны Мирабовой. Очень голос подходил бабушке, да-да-да. Да-да-да, она очень блестяще сыграла. Друзья, время для финальной песни. Мы будем ждать вас снова, Костя, на 17 ноября, 21-го, 24-го концерта Этери Беряшвили. 5-го января, да. 7-го. 7-го, да. Подписывайтесь на социальные сети, артистки, конечно, на сайте. Обязательно все подробности узнавайте. Ну и сейчас наслаждайтесь. Жуте. Прозвучит песня Вячеслава Горского и слова, и музыка. Я ведь так хорошо слышу рояль, что мне даже наушники не нужны, но все-таки я думаю, что они нужны для того, чтобы я тоже получила полноценное удовольствие прослушивать. Ночь оставляет Несколько слов в звуках рояля, тонет любовь. В старом Париже Мы стали ближе Ты далеко, но слова твои все ближе Ведь ты дал мне счастье любить и свободно парить Жуте, крыльями в небо позови Жуте, я умираю от любви Жуте, не покидай меня, прошу Я только мечтами живу И домой дышу Жутем Солнцем играет Утренний свет В дымке растает Твой силуэт Милый, я знаю Что счастье теряю Но каждый раз Эту боль я тебе прощаю Ведь ты дал мне счастье любить и свободно парить Жутем Крыльями в небо позови Жутем Я умираю от любви Жутем Не покидай меня, прошу Я только мечтами живу И тобой дышу Жутем Редактор субтитров А.Семкин Пусть эта осень станет весной, Ты снова спросишь, что же со мной? Осень в Париже я не увижу, Ты далеко, но слова твои все ближе, Ведь стыдал мне счастье любить и свободно парить. Жутем, крыльями в небо позови, Жутем, я умираю от любви, Жутем, не покидай меня, прошу, Я только мечтами живу и тобой дышу. Жутем. Студия 89,9. Концертный зал.